Добрый день, я из республики Хакасия. Зовут меня Фаренбрух Светлана Владимировна. Я главный внештатный невролог республики Хакасия. Цикл называется «Диагностика лечения храпа и апноэ и сонозависимое состояние». Я сознательно несколько лет подряд планировала в конце концов когда-то попасть на этот цикл. Я слушала Романа Вячеславовича в 2014 году в Красноярске. Это был выездной цикл, который вот меня тогда заранил в 2014 году, мысль о том, что я хочу этим заниматься. И это интересно, это немножко меняет, я не буду говорить кардинально, но это однозначно меняет мировоззрение доктора. Вот мое личное мировоззрение, учитывая, что у меня хороший, достаточный опыт в неврологии. Почему сомнологии целесообразно обучаться? Ну, во-первых, это расширяет клинический опыт, клиническое мышление. И сегодня в очередной раз я убедилась в объеме клинического охвата. Вот, допустим, полисомнография, как процедура, оказывается, выявляет не только зависимость сочетания храпа, нарушения ритма сна, но и может выявлять дифференциально, отдельно, патологию состояния сердечного ритма, патологию, это вот для меня сегодня это полное открытие в результате, патологию, допустим, дыхательной системы. То, что касается диагностики лечения опноя сна. Вот, несмотря на все, мне бы хотелось, ну, у меня своеобразная ситуация, я хочу это внедрить в государственном учреждении. И, конечно, очень хотелось бы, то есть для того, чтобы это было просто сделать, надо, чтобы это было в системе ОМС. И тогда все вопросы бы вообще снимались элементарно. Так как этого пока в системе ОМС нет, но я еще чего я опасаюсь в этот момент тревожности. У нас пульмонологическое огромное отделение, эндокринологическое. Я точно знаю, что пульмонологи, как только я сейчас приеду, буду докладывать об этом, рассказывать, что меня тут же пульмонологи просто завалят своими пациентами. Боюсь, не справятся. И мое еще следующее предложение, которое я уже, ну, я как бы за период обучения все-таки готовлю для того, чтобы донести это до наших докторов. Мое следующее предложение к администрации будет все-таки на эти курсы должны приезжать не только неврологи. Это обязательно должно быть. Так же, как нас обучали по инсультам в свое время, по ведению инсультов в МБА. Это надо отправить заведующего пульмонологическим отделением функциональной диагностики эндокринологии. Ну вот это вот основное.